Привет, друзья! Вы на канале Генетик. Просили показать что-нибудь с ногами. Итак, как я говорил, часто я пропагандирую и сам делаю такие тренировки, чтобы они были быстрыми и эффективными. Итак, ноги. У нас мало времени. Как их убить и заставить расти? Я предлагаю сделать выпады. Но выпады мы совместим с одним из двух упражнений. Итак, подумаем, что может отставать у нас. Либо отстает квадрицепс, либо отстает бицепс бедра, задняя часть. Поэтому мы будем делать выпады с двумя упражнениями. Это приседания в завершении выпадов, либо румынская становая тяга. Либо называют ее становая тяга на прямых ногах. Так, техника выпадов простая. Мы делаем выпады вперед. Стараемся, чтобы колено не уходило далеко за носок. Но опять же, без фанатизма. Часто анатомически не каждый может делать шаги так, чтобы колено оказывалось ровно над пяткой. Но мы к этому стремимся. В идеале одеть пояс. Ну что ж, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То есть на каждую ногу получается пять раз. В сумме десять. Сразу, без отдыха, мы берем этот же вес. Либо, если мы очень устали, вес чуть меньше. И приседаем. Постановка ног на ширине плеч. Носки обязательно смотрят в направлении движения колена. Это правило вы должны запомнить довсегда в любом движении. Не забывайте, что дышим. Мы обязательно на напряжении, в момент пикового напряжения мы выдыхаем. В случае приседаний, в тот момент, когда мы поднимаемся, прошли середину амплитуды, в самый тяжелый момент, начинается выдох, чтобы нормализовать давление. Первый вариант с акцентом на квадрицепс мы сделали. Теперь вариант номер два. После выполнения проходки выпадами мы делаем румынскую становую тягу. Важный момент в ней. Обязательно сжать лопатки, не давать им расползаться. И держать спину прямо. Для этого может вам помочь пояс. Он, скажу так, ребята, он, конечно, вас от травмы не защитит, но позволит держать живот втянутым, повышает внутрибрюшное давление. Вам делать движение будет проще. И чуть-чуть, так как на уровне мозга, вы будете более подконтрольно держать спину насчет общего напряжения в мышцах кора. Выполняется ноги, чуть-чуть уже плеч, шире руки. Берем штангу с полом и приседая до упора, словно начинаем выполнение становой тяги. Не нужно горбом пытаться вытянуть штангу с пола. Присели, взялись, встали. И уже вот с этой исходной позиции оттянули таз назад, носки параллельно. И поехали выполнять тягу. В верхней точке мы не выгибаемся назад, не пытаемся фиксироваться. Обязательно остаемся чуть-чуть в полонаклоне. Встаем, опять же мы на выдохе. Этот вариант движения подходит всем пацанам, у которых отстает бицепс, бедра, ягодичные, так называемые тазобедренные доминанты. Ну и естественно выпады плюс румынская становая тяга. Отличное решение для девочек, которые хотят быстро и эффективно выполнить тренировку на ноги. И чтобы у них подросла попка, были стройные ноги, ребятам рекомендую делать 10 выпадов плюс 10 тяг либо приседов. Девочки могут делать в более высокоповторном режиме все 15 плюс 15, либо 20 плюс 20. Что ж, пробуйте. Тяжело, быстро, эффективно. Именно так, как я и рекомендую вам заниматься. Эффективно. Субтитры сделал DimaTorzok